Добрый день, дорогие друзья! Мы вновь с вами встретились на библейском портале «Экзегет». И сегодня постараемся с Божьей помощью вместе задуматься над очень важным вопросом. Вопросом достаточно актуальным, когда родные, близкие, друзья верующего человека буквально штурмуют одним и тем же вопросом. И причем вопросом с пристрастием. Ты вот докажи нам, что есть Бог. Что-нибудь хотя бы предоставь, какое-то доказательство, потому что мы Бога не видим. Мы как бы Бога в своей жизни нигде не ощущаем никаких его следов в нашей жизни, никакого его участия. Вот чем ты нам докажешь, что Бог есть? Почему ты в Бога веришь? Почему ты молишься? Почему посты соблюдаешь? Стараешься исполнять заповеди какие-то? А ради чего все вот это? Постараемся с Божьей помощью, дорогие друзья, на этот вопрос ответить следующим образом. Я зачитаю вам, предложу вашему вниманию, мудрое и назидательное письмо святителя Николая Сербского. Потому что в процессе подготовки к этому ответу нашел у святителя Николая очень удивительное письмо, как раз касательно вот этой важной проблемы. Письмо 120-е. Почтальону Илье о доказательствах существования Бога. Один ваш друг постоянно твердит, нет Бога. Его слова вас мучают и хлещут, как плеть. Вы боретесь за свою жизнь и за свою душу. Вы правильно понимаете, что если нет всесильного Бога Живаго, который сильнее смерти, тогда единственный всесильный Бог – смерть. Тогда все живые существа на свете, просто игрушки в лапах всемогущей смерти, словно мышь в когтях голодной кошки. Однажды вы разволновались и сказали своему бедному другу, «Бог есть, это тебя нет». И вы не ошиблись. «Ибо те, кто отпал от вечного жизнодавца в этом мире, будут отлучены от него и в мире ином». «И ни здесь, ни там не узнают они величественного Создателя всех тварей, а быть в разлуке с Ним, с Богом – это хуже, чем не быть вообще». «На вашем месте, я бы сказал ему так», – пишет святитель Николай адресату своего письма. «Неверно говоришь, друг, нет Бога. Вернее сказать, у меня нет Бога. Ибо сам видишь, что многие люди вокруг тебя ощущают присутствие Бога и говорят, есть Бог. Следовательно, Бога нет у тебя, а не вообще». То есть, видите, святитель Николай обращает внимание, что как более честно было бы сказать, у меня нет Бога, а не говорит, что Бога нет вообще, что его никто не видит, его никто не чувствует, как бы его промысла, его действия, его любви, его заботы не ощущает никто. И далее святитель Николай Велимирович продолжает. «Ты говоришь так, как если бы больной сказал «нет на свете здоровья». Он, не солгав, может быть, сказал бы только так, что он не имеет здоровья. Но если скажет «здоровья в мире нет вообще», – солжет. «Ты говоришь так, как если бы слепой сказал «нет в мире света». Есть свет, весь мир наполнен светом, но он, бедный и слепой, не видит света. И если бы верно сказал и честно сказал «я не имею света». Ты говоришь так, как если бы нищий сказал «нет на свете золота». Есть золото и на земле и под землей. Кто скажет, что нет золота, неправду скажет. А если скажешь правду, должен сказать «у меня нет золота». Ты говоришь так, как если бы злодей сказал «нет на свете доброты». В нем самом нет доброты, а не на свете. Поэтому не обшибся бы, если бы сказал «во мне нет доброты». Так же и ты, друг мой, неверно говоришь «нет Бога». Ибо если ты чего-то не имеешь, не значит, что не имеет этого никто в этом мире. А кто дал тебе власть говорить от имени всего мира? Кто дал тебе право свою болезнь и свою бедность навязывать всем? Если же признаешь и скажешь «я не имею Бога», тогда признаешь истину, и это будет твоя исповедь. То есть, если признаешь и скажешь «вот я не имею Бога». Я его не вижу, я его не чувствую, никакого не вижу его промысла в своей жизни. По крайней мере, это будет как исповедь, это будет честно. «Ибо есть и были выдающиеся люди, которые не имели Бога, но Бог имел их до последнего вздоха. Если при последнем вздохе скажут, что не имеют Бога, тогда и Бог отойдет от них и вычеркнет их из книги жизни. Поэтому прошу тебя, друг мой, ради твоей души, ради вечной жизни и вечного царства, ради слез и ран христовых, прошу тебя, «обрати твое дерзкое исповедание в исповедание покаянное». То есть, дерзкое исповедание, когда говоришь, что нет Бога вообще, «обрати в исповедание покаянное, скажи, у меня нет Бога». «А то, что после этого должен будешь делать, церковь тебе скажет, спрашивай, мир тебе и благословение от Господа». Вот такое мудрое письмо святителя Николая Великимировича. Постараемся, дорогие мои. И вот примерно так же, в таком же духе, с любовью, с уважением, так вот доброжелательно, отвечать тем людям нашим, в первую очередь близким. Конечно, если родные и близкие, члены семьи не веруют в Бога, совершенно не видят его промысла, его любви и заботы в нашей жизни, то, конечно, надо отдать должное не просто христианину в окружении таких людей, но если с любовью, с молитвой и, самое главное, своим добрым примером, добрым примером показать, что Бог есть, что Он по-настоящему есть в твоей душе, а не только на словах, то тогда ваш жизненный пример и ваши слова помогут и вашим близким обрести Бога. Храни всех нас, Господь! Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok